Очередные очки для мирового рейтинга, очередная важная победа на крупном ивенте, да и просто блестящее начало года для рожденных побеждать. Здравствуйте дорогие друзья, сегодня в выпуске мы подводим итоги прошедшего на выходных чемпионата мира по версии DreamHack, который проходил в Лейпциге. Очередной киберспортивный уикенд вновь ознаменовался крупным событием, которое привлекло к себе огромное внимание всех поклонников соревновательного Counter-Strike. Ну а призовой фонд в размере 100 тысяч долларов еще больше подогревал интерес как участников, так и фанатов мировой элиты. Несмотря на то, что для некоторых этот чемпионат все же не был столь интересен, потому как на нем не присутствовали ни Envy, ни Fnatic, ни NIP. Он все же содержал в себе и разочарование, и сладость побед. Одним словом, полноценная драматическая картина. Разочарованием немецкой Dream серии, как неудивительно, стали поляки из Virtus.pro, которые в групповом этапе смогли выиграть только одну карту и то в последнем шансе против команды Team Dignitas. На этом выступление поляков было закончено, и они отправились в зрительский зал, чтобы поддержать своих профессиональных приятелей. Уж не знаю, что послужило такому результату, но пора начинать втягиваться в новый киберспортивный темп под номером 2016. Потому как долгих перерывов между чемпионатами Европы и мира ожидать не придется, а терять важные позиции среди первой восьмерки лучших очень не хочется. В целом, группа Virtus.pro порадовала очередным триумфом от датских профессионалов. Австралия с этим Dignitas здорово выступили и обеспечили себе путевки в плей-офф. Что касается группы A, то там Na'Vi без труда разобрались со всеми соперниками. 16-3 перегирали SK Gaming и 16-9 обошли FaceClone. Ну а второе место закрепилось за бразильцами из Lumino City Gaming. Собственно, именно они и дошли до финала вместе с нами. Несмотря на небольшое количество крупных турниров в 2016 году, финальный матч DreamHackLightSack становится одним из самых красочных. Две карты, на которых команды определяли победителя в экстра-таймах. Это действительно редкий случай и спасибо двум командам за напряженные баталии. Несмотря на сложность матча, Na'Vi смогли одержать важную победу 2-0 по картам. Они обе завершили со счетом 19-16. Победа принесла чемпионам 50 тысяч долларов, ну а бразильцы пополнили командный капитал на сумму в 20 тысяч условных единиц. Возвращаемся в СНГ, а именно на просторы турнира, который безусловно стал менее масштабным, однако не менее интересным. CIS Minor Championship 2016 обрел своего чемпиона, и им стал новоиспеченный коллектив Gambit Gaming. Хочи компания смогли добыть первый трофей в 2016 году и укрепить свои позиции перед руководством клуба. Для многих зрителей победой гамбитов именно так принято называть этот клуб, скажем так, между собой, было вполне ожидаемо. Безусловно, опыт игроков колоссальный, притом не только на просторах СНГ, а и на мировой арене соревновательного Counter-Strike. Несмотря на это, в плей-офф стадии команда Method все же смогла отыграть одну карту в Best of Free противостоянии. Но это не помешало ГГ выиграть и полуфинал, и финал следом. Победа на CIS Minor Championship принесла составу внушительную сумму в размере 30 тысяч долларов, плюс путевку в основной этап отборочного тура на MLG Columbus. Теперь команда имеет отличный рабочий график с предстоящими ивентами. Осталось только работать над игрой. Напоследок нашего небольшого выпуска, дорогие друзья, мы вновь затрагиваем игроков, которые на прошлой неделе удостоились награды зрительских симпатий. А именно европейской солянке, которая отказалась намеренно проигрывать свои матчи по просьбе уже бывших спонсоров из CS GO One. Как мы говорили, такие поступки не проходят мимо. Сделав что-то хорошее, рано или поздно вы получите все обратно сполна. Нашим героям после такого поступка долго хороших новостей ждать не пришлось. Новым игровым домом для европейского микса стала малоизвестная организация Pixel Fire Gaming, которая, по словам лидера коллектива Андре Барбара Мюллера, является лучшим вариантом для них. Первым ивентом для команды под новым тегом станет европейский мнор-турнир, организуемый представителями PGL. Турнир пройдет с 29 по 31 января в городе Бухарест, Румыния. На сегодня у нас все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. Любите киберспорт. Всем пока.